Приветствую вас, аноним. Давайте разберем ваш вопрос. Ваша ситуация, она очень сильно двояка. С одной стороны, для меня, как для психолога, я не буду скрываться того, что с такой ситуацией, как у вас, я сталкивался. Так вот, такая ситуация, как у вас, она незнакома. И двойственность её в том, что с одной стороны, проблематика ясна, но с другой стороны, не совсем понятно, чего хотите вы. То есть, да, вопрос вы задаете. Вы задаете свой вопрос, и он в целом ясен. Но я подозреваю, что хотите вы чего-то другого. То есть, например, сейчас вы больше, как бы, ну, стремитесь к логике, потому что молодой человек обратил на это своё внимание, да, на логику, условно говоря. Вот. Но мне кажется, что вы хотите другого чего-то. Например, хотите, чтобы вы снова были вместе, потому что вам человек нравится, да. Или хотите, или хотите, например, опять же, чего-то, связанного, например, с тем, что вы нуждаетесь в его сообщениях. То есть, как бы, ну, вот такая примерно штука здесь. И вот одно дело, если вы хотите разобраться во всём этом, разобраться в себе, это одно. И совсем другое дело, если вы хотите, допустим, просто как-то вот себя действительно успокоить, и всё, и чтобы проблема ваша, допустим, ну, чтобы её не было. То есть, просто хотите, к примеру, не знаю, избежать, убежать от проблемы, да, вот. Вы, в принципе, сами описываете, что поведение молодого человека напомнило вам поведение вашего бывшего, который вёл себя примерно подобным образом. И о чём это может говорить? О том, что вы устраиваете отношения с людьми, которые к этим отношениям, в принципе, не готовы. Почему так происходит? Потому что, вероятно, сами вы боитесь близких и близких отношений. Но в то же время вы к этим отношениям стремитесь. Это может быть проявлением такой игры психологической, которая называется догонялки. Когда сперва один, это детская игра, там дети, значит, бегают друг за другом, да, и сперва один ребёнок догоняет другого, и когда, собственно, как бы один ребёнок настигает другого, то уже другой начинает бежать за первым. То есть, по сути, получается такая вот бесконечная история, бесконечный такой круговорот. И то же самое похоже делаете вы. То есть, вы выбираете тех людей, которые боятся близости. И вы сами боитесь близости, потому что вы пытаетесь трансфориться в человеке. То есть, ну, понятно, которые вам понравятся, которые вызывают у вас очевидство. Очевидство, наверное, не в любом человеке вы пытаетесь трансфориться, это очевидно. Вот. Но то, что вы пытаетесь трансфориться, да, это совершенно ясно. Вот. И стремление к слиянию здесь, оно у вас достаточно, ну, помимо того, что достаточно явно прослеживается, стремление к слиянию зачастую связано именно с тем, что человек не умеет выстраивать отношения. То есть, он не умеет находиться, что называется, вот в здоровых отношениях, да, в таких отношениях, где было бы комфортно, ну, людям. То есть, это именно так. Либо я тебя полностью оттекаю, либо я с тобой полностью сливаюсь. Вот. То, что вы делаете, по сути, по сути. И поведение молодого человека, вашего бывшего, бывшего молодого человека, оно вас, скорее всего, травмировало, и как-то вот вы это не пережили, и с этим молодым человеком, в частности, вы видите возможность завершить эту ситуацию, скорее всего. Вот. Но только, только это вот единственное, что не получается, да, сделать. Ну, то есть, в том смысле, что и там, и там молодые люди вас отталкивают. И весь, вот весь вопрос заключается в том, насколько вы готовы вот с этим работать, насколько вы видите проблематику, да, то есть, если вы видите проблематику, если вы видите некую системность в этом, например, в том, что вы, там, к примеру, нуждаетесь, там, вот в молодых людях, да, в их сообщениях, в их понимании и так далее, если вы видите это, то с этим можно работать, можно и нужно работать. Вот. Но если нет, то это уже, как бы, ну, детали. Вот. Дальше. Какое-то время назад в сети пишите вы, мы познакомились с молодым мужчиной, точнее, приложение для знакомств. Значит, так, чувства у меня появились к нему. Значит, какие чувства? Вот. То есть, что это за чувства? Вот. Ну, именно, вот, направленность, направленность чувства, какая у вас здесь. Это важно. Дальше. Мы познакомились, общались в сетсетях. На второй-третий день я бы сказал, что хотел бы встретиться, хотя обычно я жду, когда меня позовут и зовут, как правило, сразу. Если не зовут, то мне как-то странно. Что здесь особенно, вот, что вот изменилось, да, в этих ситуациях. Ну, вот, для вас в этой ситуации, что особенно. Позвала, а он сказал, что занят и на следующей неделе. Я не давал, а не звал. Я не выдержал и в конце недели сказал, что это уже реальная встреча или прощаемся. Вот такая, одна отговорка. А, опять же, чего мы ждёте? То есть, мама меня встречала. Зачем? Понимаете, вот, складывается ощущение, да, что это делать скорее для себя, нежно для него. У меня это вызвало очень много эмоций. Напомнило, конечно, отношения к любившим, когда он придумал в армянском, лишь бы не говорить правило. В какой-то степени, это отражение некоторой нечестности вашей по отношению к себе самой. Вот, то есть, ну, как бы, на мой взгляд, по крайней мере, на мой взгляд, повторюсь, вы, вот, что называется, ну, не очень честны с собой, да. Вот, и вполне вероятно, что эта нечестность, она, как бы, считывается вашим партнёром и, как бы, вам отзеркаливает. То есть, из этого партнёры, мягко говоря, ну, не готовы вам с вами делиться, не готовы говорить вам, вот, то, что, ну, допустим, то, что, может быть, их волнует, да, то, что, может быть, их, там, к примеру, беспокоит, да. Вот, и так далее. То есть, ну, вариантов здесь, в принципе, может быть много, это не единственный, может быть, вариант, конечно же, в этой ситуации, по крайней мере. А, дальше идём, дальше идём. То есть, как бы, вот, вы не завершили отношения с бывшим, эмоциональным. И получается, что данного, текущего, текущего молодого человека, вы волей-неволей используете для того, чтобы эти отношения завершить. В итоге мы продолжили такие общения в виртуальном формате. Смотрите, вы здесь, эм, отказываетесь, по факту, продвигать свою позицию. Понимаете? То есть, вы, эм, ну, вот, как сказать, вы, эм, вроде бы, одно говорите. Вот. Ну, в том смысле, что, вроде бы, вы, э, сказали, что, либо, 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 э, либо, э, реально встреча, либо, либо, либо мы растаёмся, да, и эта позиция, в принципе, вполне, вполне окей. Вот. Либо, либо, в данном случае, вы, э, как будто, как будто бы, сами себя предаёте. И, если вы сами себя предаёте, то есть, относитесь, эм, к себе, э, не серьёзно, да, а так вот, знаете, типа, что, ну, я могу, я могу сказать, да, и, э, могу сама же, как бы, не следовать тому, что я говорю, да. Вот. То, соответственно, ну, возникают два вопроса, да, почему другой человек будет к вам, к вам относиться так же серьёзно, да, почему молодой человек будет относиться к вам с уважением и воспринимать вас серьёзно, если вы сами, допустим, вам этого не делаете. Ну, к примеру. К примеру. К примеру. Это всё к примеру. Вот. И, тут тоже важный момент, то есть, вы, э, как бы, говорите одно, да, а поступаете по-другому. Притом, что вы говорите, что мы всё-таки продолжили общение виртуально, да, но, э, вы игнорируете, по сути, э, вы игнорируете, по сути, э, факт того, что, э, это решение было принято вам, вам, как бы. И вы демонстрируете, вот ещё важный момент, вы демонстрируете, э, то, что не готовы или боитесь, может быть, э, самостоятельно принимать решение. То есть, вот, у вас, э, у вас, э, как будто бы, у вас, как будто бы, э, не получается самостоятельно решение принять. Как будто бы вы, ну, вот этого не делаете, как будто бы вы этого, ну, не боитесь, в прямом смысле слова, да, а просто вот не делаете, то есть, ну, просто вот не принимаете. Хотите, чтобы за вас приняли другое решение, э, хотите, чтобы за вас приняло решение, там, условно, ну, молодой человек, например, например, да, допустим. Дальше этих идём. Так, э, значит, э, в этом были периоды от супер-классного общения до момента, когда я все просила своё свидание и плакала. А, зачем вы просили свидание, чего вы, чего, чего вы хотели или хотите, от чего плачете? При этом он не говорил, нет, говорил, что планируют, но вот сейчас выиграли только мудрость, который работает на автосервисе, каждый здесь час распит. А, с одной стороны, это, это правда. Но, с другой стороны, важно понимать, что вы себя объясниваете таким-таким поведением. Вы словно демонстрируете, что, э, эй, ты мне нужен, ты мне нужен, я без тебя не могу. И, э, как бы, это достаточно серьёзная история для мужчины. Потому что, э, вы, получается, демонстрируете ему таким образом, что вы, э, типа, никуда от него не денетесь и, э, можно, э, значит, не париться по поводу завоевания вас. Ну, а зачем, зачем париться, да, если и так понятно, что вы назовете, вы бросите и так далее, вот. То есть, совершенно очевидно, по крайней мере для меня, что здесь речь идёт об образе. То есть, это образ, образ, ну, мужской образ у вас. Дальше. Э, э, я бы уже даже начал обозревать, что её жена или девушка, но так вышло, что через шесть рукопожатий я знаю, что у него уже год как закончено отношение на день. Не очень понятно, что значит через шесть рукопожатий, но вы имеете в виду через других, откуда вы это знаете? Я просил его сказать, что, может быть, я не в его вкусе интересую, только в рамках в рамках виртуального общения, что он опять включил боссинку про то, как задал. Почему вы не верите, что он занят? Почему вы думаете, что вы нему не интересны? И почему вы сами не можете решить, что, да, я ему не интересен, все, как бы, мы общение заканчиваем? То есть, видите, вы пытаетесь именно от человека добиться какой-то обратной связи, что говорит о том, что сами себе вы не доверяете, и на себя опереться вы не можете. Я пытаюсь объяснить, что мне не надо много времени отслучать, сейчас папе далеко пройти. Зачем? Почему вы так настаиваете? Ну, максимум, что было, один звонок по видео связи. Ну, повторюсь, если вы боитесь близости, да, вот в глубине души вы боитесь сближения. Потому что слияние, это не сближение, это как раз-таки избегание близости, это растворение в другом человеке. Вот. И, соответственно, людей вы будете встречать таких же, которые боятся, ну, боятся близости, точно. При этом я чувствовал, что влюбилась и привязалась. Ну, я думаю, что влюблённость здесь связана, скорее, с идеализацией, а привязка, кстати, с тем, что во мной. То есть, это вот, опять, да, что такое привязанность? Вот, привязанность, да, это, ну, условно, якорение, да, то есть, некоторое такое застревание на том, что может, по вашему мнению, дать вам человек. Мне было страшно, что я просто его не привлекаю, вот он не может на это время заблокировать, а что именно страшно? Что вы никому не нужны? У вас есть страх быть никому ненужным, страх остаться одной или что-то такое? Тогда я встал от него дрыбок, меня заблокировал, потому что сама не могла прекратить общение. А на нем, а вот вы не задавались вопросом, да, а что в это, что в этом не могла прекратить общение есть? Как это у вас субъективно происходит? То есть, как это в голове звучит? Недели две уговаривала, плакала в трубку. Он согласился, но я продолжал писать уже в WhatsApp. То есть, для меня это выглядит примерно следующим образом. Что вы как будто бы себя наказываете, как будто бы себя бичуете. То есть, я не достоин того, чтобы ты со мной общался. Ну, если ты со мной общаешься, то ты должен общаться со мной так, как я хочу. Дальше. Во следующий день, я его атаковал и смс-ками. Зачем? Зачем? В итоге, она видела вот что. Добавь возглавляет на самом странице. Так, ну, я не буду, я не буду читать цитату, потому что она мне не нужна. Ну, в принципе, да? То есть, ну, мне больше интересно, что вы написали, поэтому цитату я пропишу. В итоге, я продолжал написать до двух ночи. Зачем? Пытался что-то объяснить, что я не сумасшедшая, наверное. Хотя, какие тут еще можно сделать выводы. Ну, то есть, вы очень возрочно в том, что вы нуждаетесь. Это не поведение у сумасшедшего человека. Я взялась, что Матин сказал, напиши мне больше, я не хочу общаться. И вы перекладываете ответственность за принятие решения на другого. Хотя сами сводите все к тому, чтобы мужчина с вами перестал общаться. То есть, это вот перенос на другого человека своего отношения к себе. Достаточно негативного, очевидно. То есть, вы себе обесцениваете. Себя не принимаете, не любите, возможно. Хотя, редакт понятно. Но я вот просил его сказать это прямо. Зачем? Вот, зачем? Подумайте. Зачем? Почему вам это нужно? Смой, эээ... Смой, эээ... Смой, эээ... Смой, эээ... Смой, эээ... Сообщение выше он это и сделал. Я не услышала. Эээ... Я не знаю. Я не думаю, что это имеет значение. Я думаю, что это имеет значение. Вам. Учить, слушать. Эээ... Себя. Учить, слушать. Эээ... Свои чувства. Эээ... Это важнее. А то, что он написал, то, что он написал, это... Не... 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 Не столь важно. Понимаете? Вот. Эээ... Дальше. Эээ... Подскажите, как мне успокоиться? Ну... Нужно вам, в первую очередь, разобраться в себе, в своих чувствах. Что мне делать? Что делать, чтобы что? Могу ли я исправить ситуацию? Или должна быть обыкновением? Не забывайте, пожалуйста. По желанию. Да. Это не происходит. Так вот. Хотел и забыл. Хуя не забудете. Исправить ситуацию всегда возможно. Но для этого вам нужно по факту заново выстраивать отношения. И становиться ему интереснее, чтобы он хотел вас завоевать. А для этого нужно, чтобы он чувствовал ценность вашу. Для чего необходимо, чтобы вы сами эту ценность почувствовали. А вы ее не чувствуете. А мне молодой человек очень нравится со всех сторон, с которых я за полтора месяца его узнал. Это очень мало. И мне кажется, что по сути вы его не узнали. Думаешь умный, спокойный, активный, вежливый, интересный, очень привлекательный, внешне необычный. Я боюсь, что в какой-то степени вы его идеализируете. И у меня очень остро такое чувство, что вы хотите безопасности. Вы нуждаетесь в безопасности. И вы нуждаетесь в этом. И вот он может вам это дать. Мне было очень интересно и приятно общаться. В чем именно вы нуждаетесь? Почему сейчас? Вот как вы сами относитесь к тому, что вы нуждаетесь в том, что он вам отвечал? Что стоит за этой нуждаемостью? Давайте попробуем разобраться. Это важно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.